Продолжаем выпуск. Волонтерам-медикам нужна помощь в колл-центре. Добровольцы собирают данные о заболевших коронавирусом и передают их в Роспотребнадзор, но рук не хватает. Особых критериев для работы здесь нет. О том, как каждый может помочь, наш следующий материал. Вас беспокоит волонтерец-потребнадзор. Вы знаете, что у вас положительный тест на ковид? Поняла вас. Скажите, работаете где-то, учите? Самые важные вопросы о коронавирусе положительным задают операторы-добровольцы. Одна из них – Ксения, студентка Девногорского медицинского техникума. Она помогает в колл-центре с начала июля и проживает в квартире волонтеров-медиков. За одну смену девушка обзванивает до 60 человек. Говорить сначала было трудно, но уже успела привыкнуть. У нас был инструктаж, то есть когда мы приходили в первый день, нам рассказывали, какие надо вопросы задавать, как у людей все спрашивать. Также нам показывали, как работать в системах. То есть было обучение. Первый день, да, был достаточно сложный, потому что было непонятно, но дальше влилась в работу. Колл-центр работает в две смены – с 10 утра до 3 часов дня, из 3 до 8. Но кто-то остается и на две смены подряд. Одновременно обзванивают ковид-положительных обычно 18 человек, но сейчас выходит меньше. Основная часть – студенты-медики, им на каникулах тоже нужен отдых. Это тяжело. Первое время особенно тяжело, потому что нужно понимать, что мы звоним людям, которые переносят коронавирусную инфекцию, не всегда легко. Когда нам привозят курьер еду, обычно ребята садятся в круг и обсуждают, что у них произошло смешного на смене. Кто накричал на кого, как-то смешно. Ну, в общем, мы все в шутку стараемся перевести, потому что все равно морально трудно. Реагируют на звонки операторов колл-центра по-разному. Но кто-то раздражается, кто-то просит поговорить еще. Пожилые люди, например, рассказывают и о других своих болячках и проблемах. Всего в анкете волонтеров 44 вопроса. Сам колл-центр развернут на базе медицинского университета. А данные, которые здесь собирают, передают Роспотребнадзору. Это имеет огромное значение для планирования действий во время ковид, для распределения ресурсов, для понимания вообще, как себя ведет ковид у нас в Российской Федерации. Мы всегда находимся в состоянии набора суда волонтеров, потому что, во-первых, это эмоционально сложно, во-вторых, люди не могут на протяжении такого количества времени отказаться от всей своей другой деятельности и только сюда ходить волонтеров, хоть мы их и вкусно кормим, надо сказать. Для работы в колл-центре нет особых требований. Помочь может любой желающий. Если вы хотите записаться в ряды волонтеров, обратитесь в их официальный аккаунт в Инстаграм или позвоните по номеру, который вы видите на экране.